Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр труда и социальной защиты Чувашской республики Сергей Дмитриев. Добрый вечер, Сергей Петрович. Сергей Петрович, началось лето. Дети ушли все на каникулы. И чем-то их нужно занимать. Ну, если с маленькими детьми все понятно, они отдыхают либо с родителями, либо у бабушек и дедушек, либо в лагерях, кто постарше, то вот с подростками, которые не только хотят отдохнуть, но и поработать, надо что-то делать. То есть это прямая ваша обязанность. Совершенно правильно. Конечно, летний период все мы ждем. Это летние каникулы. И то, что на сегодняшний день созданы в республике все условия для и отдыха детей, и оздоровления. Значит, в этом году мы планируем охватить отдыхом и оздоровлением 99 тысяч подростков, которые живут в республике. И одно из самых актуальных направлений правительства – это трудоустройство подростков. Есть специальная правительственная программа, которая подразумевает и предполагает то, что каждый желающий подросток в возрасте от 14 до 18 лет с помощью органов службы занятости населения может трудоустроиться, подобрать себе работу. Уже мы начали это с начала года. Где-то более 800 организаций с службой занятости заключили договора. И нам сказали, что мы готовы принять подростков летний период к себе на работу, чтобы они могли и заработать. То есть примерно сколько рабочих мест может быть создано? Примерно мы планируем создать не менее 16 тысяч рабочих мест для подростков. Это ежегодные цифры. Ежегодно мы устанавливаем этот план для наших центров занятости населения. И руководители центров занятости населения, плотной работая с родителями, во-первых, во-вторых, с работодателями, трудоустраивают такое количество детей. Сергей Петрович, по опыту прошлых лет, 16 тысяч рабочих мест плюс-минус. Этого достаточно или, может быть, даже остаются, они остаются невостребованными? Либо есть какой-то конкурсный отбор среди желающих подработать? Вопрос, в принципе, понятный. 16 тысяч подростков много это или мало? То есть, во-первых, мы ставим цифры, это минимум. То есть 16 тысяч стоят подростков, это ставим минимум для наших учреждений, центров занятости населения, чтобы они именно оказались одессе подростком. Даже у них зарплата, у директоров центра зависит, сумели мы столько подростков трудоустроить или не сумели. Цифра, конечно, это минимальная. В прошлом году мы трудоустроили где-то около 16 тысяч 700 подростков. Много это или мало, если в среднем мы судим, в республике проживает около 48 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, то мы трудоустроим практически каждого третьего подростка. Это помимо тех мероприятий, когда мы их направляем в пришкольные лагеря, это детские оздоровительные лагеря. То есть каждый третий подросток в республике трудоустраивается и зарабатывает себе первые, возможно, некоторые средства. Если взять по России, это практически по России каждый пятый подросток. То есть здесь можно сравнить. То есть по этому показателю мы считаем, что мы неплохо выглядим по сравнению с другими регионами. Ну это вот на фоне других регионов, а именно в нашей республике. То есть часто бывает такое, что приходит подросток и говорит, хочу работать. Вы ему говорите, извините, ты пришел поздно, уже все места рабочие заняты. Ну такого практически не бывает. То есть поэтому здесь пользуюсь возможностью в телеэфире. Хочу, во-первых, попросить родителей, чтобы они поработали со своими детьми, чтобы могли направлять их, во-первых, чтобы у них было желание, чтобы дети научились труду. И иногда это... И замотивировали. Да, первые навыки. Я сам помню, значит, свой заработанный первый рубль, это мы сажали капусту в нашем колхозе, получил три рубля и был ужасно рад этому. То есть, во-первых, родители должны мотивировать детей. И, во-вторых, работодатели на сегодняшний день должны идти навстречу тем подросткам, которые хотят работать. Конечно, это для работодателей, возможно, какие-то сложности. Нужно за ними прикреплять наставников, возможно, дополнительные хлопоты. Но в то же время мы должны знать и каждый работодатель практически, и каждый взрослый человек, то, что чем быстрее мы детей приучим к труду, чем они быстрее начнут работать, чем быстрее получат первые навыки, быстрее определятся в жизни и, соответственно, будут нашими помощниками в будущем. Дети – это наше будущее. Сергей Петрович, у нас, как правило, очень много вопросов возникает у телезрителей. Давайте подробно обсудим, какие возможности у школьников республики на предмет трудоустройства. Какие рабочие места им предлагают? Какие условия труда? Ну, здесь, конечно, мы не предлагаем такие суперсложные рабочие места. В основном это связано с благоустройством территории, связано с уборкой территории, работа в сельскохозяйственных организациях. Ну, такой, в общем-то, труд, который не требует большой квалификации, который позволяет выполнять ту или иную работу. В целом, значит, потребность работодателя у нас есть, и работодатели многие на сегодня уже, я уже говорил, где-то около 700 договоров мы заключили, и работодатели готовы принять ребят на эти работы. То есть они, в принципе, несложные, понятные, то есть любой человек в возрасте от 14 до 18 лет при, соответственно, участии старшего, значит, может приступить к выполнению этой работы. Ну, вот в сельской местности понятно, да, это в основном как раз какой-то сельскохозяйственный труд. В городе, кроме благоустройства, есть какие-то предприятия, которые готовы обучать, ну, может быть, ребят постарше, которому вот уже действительно там 17-18 лет с дальним прицелом? Конечно, есть. Это прежде всего, значит, автомастерские мы направляем туда детей работать. Даже предприятия и заводы, в данном случае концернно-тракторные заводы принимают детей и подростков к себе на работу. То есть здесь трудовое законодательство разрешает, в основном это подростки от 16 до 18 лет, они работают, ну, до 7 часов в день, значит, и, я бы сказал, зарабатывают довольно приличные деньги. Сейчас у всех телезрителей возник резонный вопрос. То есть своих рабочих они отправляют в вынужденный отпуск, не могут обеспечить им полную занятость, при этом готовы набирать молодежь? Ну, здесь... На неплохую зарплату. На неплохую зарплату, это я имею в виду относительно для молодых. То есть зарплата в основном колеблется и зависит от сроков работы. То есть я уже говорил, что 7-часовая рабочая неделя, рабочий день, 4-часовой рабочий день, это подростки от 14 до 16 лет. То есть при этом работодатель платит, должен платить не менее величины прожиточной, на сегодняшний день он 6200 рублей. Но подростков редко принимают на оплату выше. То есть 4 часа отработал в день. Но здесь при этом необходимо отметить, что со стороны правительства тоже есть определенная поддержка. То есть если подросток трудоустраивается, то в той зарплате, которую на сегодняшний день платит предприятие, мы доплачиваем до 1200 рублей в месяц. То есть это, поэтому мы говорим, что это правительственная программа. Подросток может, во-первых, сам трудоустроиться без центров занятий населения, но он может трудоустроиться через центры занятий населения. Во-первых, здесь и выбор больше, если он к нам приходит, и мы контролируем и условия труда. То есть на вот эту 1200 рублей могут претендовать только те, кто устраивается через центры занятий населения? По направлению центров занятий населения. Которые участники программы? Таких большинство, да. Сергей Петрович, а какие условия должны еще соблюдать работодатели, прежде чем сформировать рабочее место для комиссии? Для того, чтобы... Ну, не то, что работодатели. Работодатели должны соблюдать условия трудового законодательства, как я уже сказал. Значит, если подростку от 14 до 16 лет, то должна быть 24-часовая неделя. Если мы говорим от подростков от 16 до 18 лет, то у них 35-часовая неделя. То есть это обязательно должны соблюдать. При этом мы помогаем подросткам в оформлении документов. Подготовим у нас пакет документов, чтобы люди, приходя к нам, просто заполняли наши бланки, наши образцы и формы. Там нужно, значит, ИНН, обязательное условие. Нужно согласие одного из родителей. Все бланки нашими центрами занятий с населением подготовлены. Они просто выдаются, родители расписываются. Здесь достигнуто соглашение с налоговой инспекцией, чтобы минимальные сроки при желании подростка по нашему обращению в минимальные сроки выдали и присвоили ИНН. То есть эта работа найдется. Только ли согласие одного из родителей или, возможно, там, опекуны или лицезамещающие родители? Конечно, конечно. Я условно говорю, то есть если родители, если нет родителей, то опекуны должны дать согласие, чтобы подросток мог трудоустроиться. Это требование закона. Но оно такое, я считаю, что нормальное. То есть раньше таких требований не было. Вот я помню свое детство. Мы работали, согласие родителей не нужно было. Но сегодня законы меняются. Теперь многое изменилось. На какую работу категорически нельзя брать несовершеннолетних? Нельзя брать подростков на работу с вредным условием труда. То есть это категорически запрещено. Поэтому здесь вопрос понятный, ответ тоже понятный. То есть это работы, которые несовместимы с работой подростков, которые могут причинить определенный вред здоровью. Например, в той же самой автомастерской, она не считается предприятием с вредными условиями труда, но молодого человека могут там заставить, допустим, переносить тяжести. Здесь тоже есть определенные нормы законодательства, которых нельзя, нельзя этими нормами пренебрегать, потому что они могут привести и к несчастному случаю. Работодатель, когда я принимаю, я уже вначале говорил, что работодатель несет определенный риск, принимая на работу подростков. Во-первых, некоторые подростки могут себя вести неадекватно, то есть все бросить и уйти. Поэтому здесь наставник обязательно нужен. То есть надоело работать, бросил и ушел. Поэтому всегда прикрепляются наставники к молодым. И потом, для того, чтобы вот таких вещей не было, безусловно, здесь должен нести ответственность и работодатель. То есть предприятие, куда он принимается, значит, подростку четко ясно нужно объяснить, ты должен и можешь делать вот это, вот это, вот это. А вот эти действия, значит, ты можешь не делать и, значит, тебя за это мы не накажем. Потому что производственные отношения там могут кого-то попросить, могут кого-то там уговорить что-то, сделать такое. То есть производственный процесс он сложный, поэтому все мы четко ясно должны знать нормы законодательства. Каким-то образом проверяют работу дателей кто-то, помимо их собственных служб охраны труда, то есть организацию работы подростков? На сегодняшний день мы просто проверяем в плане мониторинга, то есть мы отправляем подростков на работу, уточняем, как устроились, трудоустроились. После этого, после увольнения тоже мы, значит, проверяем совместно с работодателями, с руководством предприятий, то, что как прошла, значит, стажировка, как молодой человек поработал, ну, дают определенные характеристики. Ну, в целом, все работодатели, ну, отзываются о молодежи республики, то, что позитивно, все готовы работать, все хотят работать, могут работать и желают работать. Поэтому программа у нас в поддержке рассчитана до 2020 года, поэтому в этом направлении тоже на сегодняшний день работаем и такие большие проблемы. Ну, вообще говоря, вот можно действительно проследить, видимо, это же все-таки связано не только с вашим желанием, это связано еще и с желанием работодателей. Вот за последние 10 лет количество временных рабочих мест на летний период заметно увеличилось. Я даже, вот я сама помню, что мы начинали обсуждать, ну, совсем с других цифр. Ну, то, что вот последние 3-4 года, это 2010 года, если мы возьмем, мы ежегодно трудоустраиваем 16 тысяч. Просто мы каждый год поднимали эту планку для себя, во-первых, и во-вторых, это из-за предложений и пожеланий молодежи. То есть на сегодня практически мы не ограничиваем молодежь именно 16 тысяч, хотим больше, мы готовы больше трудоустраивать. Республиканский бюджет у нас ежегодно уточняется. При необходимости выделения дополнительных средств, как я уже сказал, около 1200 рублей к той зарплате, которую платит работодатель, мы выделяем из бюджета. Мы готовы выделять дополнительные средства на эти цели. И я думаю, значит, та положительная динамика, которая на сегодняшний день есть, она сохранится. И учитывая то настроение, ту атмосферу, которая сегодня есть во многих предприятиях и среди молодежи, мы будем постоянно поддерживать и помогать в этом направлении. — Какие-то преференции при трудоустройстве для ребят из неполных семей, из ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию? — Конечно, существуют, но преференции они прежде всего оказываются именно в предоставлении услуг. То есть, допустим, мы владеем информацией про каждого подростка, который стоит в комиссии по делам несовершеннолетних. Таких у нас порядка двух тысяч, двухсот детей. Просто обладая такой информацией, мы уже персонально им предлагаем трудоустроиться в той или иной предприятии. Предлагаем выбор. Это в первую очередь. — То есть это уже такая адресная работа? — Адресная работа. — Потому что у нас есть данные. То есть, если подросток стоит на учете, служба занятий владеет этой информацией, знает, где он проживает. Мы стараемся... — И его занять работой в первую очередь. — В первую очередь. — Потому что это очень важно, чтобы подросток, который в силу определенных причин и обстоятельств где-то, возможно, и не по своей вине допустил какое-то правонарушение, мы обязаны дать возможность, чтобы он мог работать, приносить, во-первых, пользу обществу, почувствовать удовлетворение от того, что он сам лично делает, и, соответственно, поменять где-то, если что-то, какие-то вопросы есть, поменять свое мировоззрение, что на сегодня не так все сложно, не так все плохо. Есть рабочие места, есть хорошие люди, с которыми необходимо общаться, и есть на кого брать пример. И стараемся, в первую очередь, наставников таких опытных прикреплять к таким подросткам. И я бы сказал, что у нас в какой-то степени получается, но резервы в этом плане тоже есть. — Ну, давайте теперь перейдем к трудоустройству вообще. — У нас на учете сегодня где-то стоит около 6 тысяч безработных, это официально зарегистрировано, которые приходят к нам и говорят, служба занятости, помогите нам трудоустроиться. — Вакансии больше 12 тысяч, коэффициент напряженности где-то 0,4. Значит, на каждого безработного мы предлагаем более двух рабочих мест. Средняя зарплата по вакансиям составляет 16 тысяч рублей. — Вы уже сказали, да, примерное соотношение, но как минимум один к двум. — Один к двум, да. — На одного соискателя как минимум две вакансии. — Однако вот в последнее время высвобожденных стало больше. Это и закрытие молокозавода, это и реорганизация службы госнаркоконтроля, и проблемы на предприятиях концерно-тракторные заводы. Какая работа проводится с этими людьми, и на какую помощь они могут рассчитывать? — Были вопросы по Чебоксарскому гормолозаводу, то есть там порядка 140 человек были уволены. Это довольно существенные цифры. Были типография номер один города Чебоксары, тоже в стадии банкротства находятся. Есть ряд других предприятий, которым мы уделяем пристальное внимание. В частности, на данном этапе это служба наркоконтроля, служба исполнения наказаний, которые будут объединены в МВД, и, соответственно, ряд работников там будет освобождаться. Здесь мы организуем работу таким образом. На каждом предприятии мы, во-первых, организовываем консультационный пункт. Для чего нужен консультационный пункт? Для того, чтобы человек, который работает на предприятии, мог в любое время проконсультироваться, какие у него есть трудовые права, и нарушаются ли его трудовые права при увольнении. — То есть получается это уже такое сопровождение. — Сопровождение. — Информационное. — Да, информационное сопровождение. То есть человек не просто взяли, уволили и сказали, значит, все, ты свободен, но правительство создало такую схему, что мы практически каждого увольняемого консультируем. То есть правильно ли выплачивается выходное пособие, в какие сроки его должны были уведомлять, и другие опросы, которые задает увольняемый работник. Это первое. И второе, то, что он не остался один на один с самим собой. То есть есть соответствующие службы в правительстве Чувашской службы, которые оказывают ему помощь. Второе, мы делаем в анализ профессионально-группационном разрезе. Мы смотрим, сколько человек увольняется, имеют профессию, допустим, электрик, слесарь, руководитель, бухгалтер. Ну, основные я такие типовые профессии называю, потому что они на всех предприятиях есть. И сразу им показываем, какие вакансии и какая потребность в этих профессиях. То есть человек сразу смотрит, выбирает, может выбирать, и, соответственно, уже он как-то морально уже готов. То есть, ладно, уволили, но в то же время служба занятий может оказать помощь в это трудоустройство. Вот я получил там три направления сразу. Сразу, ну, на душе, наверное, становится приятнее. То есть, если повезет, да, можно уволиться с одного места и на следующий день выйти уже на другое рабочее место. То есть, и третье направление, то, что к нам приходят в Центр занятий населения, ну, представляете, да, 140 человек уволилось там в течение недели, мы создаем единое окно. Одно окно, то есть приходит в Центр занятий населения города Чебоксары, и там есть специальное окно. Только для них. Только для них. Не стоят в порядке общей очереди. Потому что, ну, в день, допустим, в Центре занятий города Чебоксары в день приходит где-то около 400-500 человек. То есть, для них единое окно. Плюс еще 140, это да, хорошо. Плюс еще 140, да. То есть, поэтому есть единое окно, когда они стоят в одной очереди. Все-таки большая часть, большая часть хорошо оплачиваемых вакансий, которые вы предлагаете, это рабочие специальности. Но, если вот мы возьмем, да, вы сказали, службы исполнения наказания, госнаркоконтроль, в общем, достаточно специфическая была работа у людей, и как-то вот сложно предположить, что они смогут пойти работать каменщиками, или как быть с ними? Здесь первое, то, что 80% у нас, да, это действительно рабочие специальности, 20% это специальности служащих. Это где-то в пределах двух тысяч вакансий на специальности служащих. Первое, мы предлагаем, значит, им трудоустраиваться по имеющимся вакансиям. Второе, если не получается, мы предлагаем пройти переобучение и получить новую специальность практически по любому, по любой профессии, которую они пожелают. То есть, несмотря на то, что рабочий это или человек с высшим образованием может получить квалификацию? Квалификацию по рабочим специальностям или повышение квалификации переобучения по смежным специальностям, допустим, на сегодняшний день, если он работает бухгалтером, то мы подбираем бухгалтер с выполнением функции кладовщика, или другие специальности, то есть по аналогичным специальностям, которые близко подходят по профилю тому, который они имеют. То есть, если я правильно поняла, то проблем с работой в Чуваксарах и в Чувашии практически нет. Проблем с работой на сегодня... Есть особенности спроса и особенности предложения. Конечно, есть некоторые люди, говорят, вот негде устроиться, вот платят зарплату всего 7 тысяч рублей. Вот недавно на приеме была одна женщина, мне говорят, я говорю, вот туда можно устроиться, туда можно устроиться. Она говорит, ну, там всего зарплата 7 тысяч рублей. Я знаю, ну, лукавит немножко. Я беру трубку, звоню директору, у вас, говорю, средняя зарплата какая? У тебя одно, предприятие из Баттерского района. Говорит, у меня 20 тысяч. Одно дело среднее, а одно дело то, что предлагают конкретному человеку. Потом я ему говорю, а у тебя кто зарплату получает 7 тысяч? У меня, говорит, получает техничка. Я говорю, а что она делает? Она, говорит, приходит утром, убирает офис 2 часа и потом домой уходит. То есть, 3 часа работает, хотя у нее 8-часовой рабочий день. Ну, а почему, говорит, так получается? Ну, говорит, мы, говорит, так договорились, но потом, говорит, она приходит, работает и так далее. Но работа низкой квалификации, она всегда и везде оплачивалась минимально. Если любой работодатель, когда к нему приходит на работу человек, проходит собеседование, работодатель оценивает, что он может делать, какую функцию он может выполнять и какую зарплату работодатель готов платить. Во-первых, по штатному расписанию, во-вторых, по премиум-надбавкам и так далее. И, соответственно, работодатель сначала принимает на минимальную работу. В большинстве случаев на минимальную зарплату. Если человек дальше себя проявляет, двигается по служебной лестнице, конечно, ему будет зарплата и работа и, соответственно, достойным образом оплачиваться. Сегодняшний день везде так. И то, что есть некоторые люди, которые приходят и в министерство туда устраиваются на работу, значит, вот я хочу зарплату 25 тысяч. Я говорю, ну давай, хорошо, я готов брать на работу 25 тысяч. Но ты должен уметь делать. Первое, собирать информацию, проанализировать. Значит, после этого подготовить предложение по тем же подросткам, как трудоустраиваться, что они должны делать, какую зарплату получать. Какая работа есть, какое законодательство на сегодняшний день. Вы, говорит, я этого не могу. Тогда я, говорю, готов принимать вас на более низкую оплачиваемую работу, чтобы вы сначала научились, потом в качестве карьерного роста поднимались на более высокую должность. И, соответственно, получали соответствующую зарплату, которая соответствует вашим знаниям и умениям. То есть это основа основ, чтобы работодатель и работник, который хочет устроиться на работу, достигли взаимопонимания. То есть я выполняю эту работу, получаю за это столько-то рублей. Буду выполнять хорошо, буду получать больше премии. Буду еще лучше работать, соответственно, будет у меня рост в своем служебном положении. Сергей Петрович, спасибо большое за такой обстоятельный, подробный разговор. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Дмитриев. Всего доброго и спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова